Сегодня мы изучаем клинч, работа в захвате в стойке, скрутке, имитацию удара локтями и коленями на ближней дистанции. Клинч. Клинч это захваты. Захваты за голову, за корпус. В клинче мы используем три основных захвата. Это либо внутренний, либо обоюдный, либо верхний, либо нижний. В клинче мы используем захваты. Первый захват – это внутренний захват, верхний захват. Когда мы берем оппонента за голову, локти упираются в грудь оппонента, руки находятся на затылке и закрываем так называемый замок рука на руку. За счет этого получается хороший, крепкий захват, который позволяет в дальнейшем скручивать и имитировать удары коленями и лотками. Также есть нижний захват, где мы используем захват за корпус. Также желательно двумя руками. И сзади закрываем замок рука на руку, что позволяет нам более плотно держать оппонента. Еще один захват – это обоюдный захват, где у нас одна рука внутри, а другая снаружи. Обоюдный захват. Либо с другой стороны. Также одна рука внутри, другая снаружи. Рука на руку, руки чуть выше шеи, на затылке. Очень важное для равнолезия в клинче – это положение ног. Положение ног должно быть фронтально, носки смотрят чуть в стороны, ноги в коленях немного согнуты. Клинч – это работа на ближней дистанции. Поэтому стараемся находиться чуть ближе к оппоненту на ногах. Не наклоняя корпус, не наклоняя голову, а именно на ногах. Начнем отрабатывать имитацию клинча. Польба за верхний захват. Задача – с обоюдного захвата. Одна рука внутри, другая снаружи. Ноги фронтально подбирают. Перебирать руками. Заводить руку снизу вверх. Фиксировать рука на руку на затылке. И поочередно менять мути. Смена позиции в клинче. Мы перебираем руками. Стараемся взять внутренний захват. Внутренний захват – это когда ваши руки внутри захвата. И эта позиция, она более выигрышная, позволяет вам взять хороший захват за голову, за шею. И опять же, отсюда наносить удары коленей. И за счет головы скручиваем. То есть, голова, шея – это как крича, за который мы в дальнейшем можем скручивать соперник и выводить из равновесия. Скручивать либо вправо, либо влево. При этом желательно, опять же, используя небольшие зашагивания, но это уже чуть дальше. Следующая отработка – это имитация клинча за нижний захват. С обоюдного захвата, когда одна рука внизу, другая сверху. Ноги, фронтально, носки в сторону, в коленях чуть-чуть. Мы начинаем перебирать, заводить руки сверху вниз. И эта работа у нас происходит обоюдно. Мы перебираем, заводим руки сверху вниз и пытаемся закрыть внутренний захват. Это когда обе руки находятся внутри. Вот наш хороший, выигрышный захват. Руки внутри. Отсюда в дальнейшем можно наносить удары к оленям. И опять же скручивать. Либо в одну сторону, либо в другую, используя за шаги. Следующее, что мы отрабатываем, отрабатываем вход в клинч. Простое упражнение. То есть со стойки оппонент начинает движение вперед и пытается взять вас двумя ручками и схватить за голову. Ваша задача сделать так же движение шаг вперед и сразу сойти во внутренний захват, взять оппонента за голову. После чего встать в более удобное фронтальное положение и сымитировать, например, несколько ударов в колено. Упражнение можно отрабатывать обоюдно, меняясь олево. Делаем шаг вперед, оппонент взял захват и сымитировали несколько ударов в колено. При отработке упражнения необходимо отрабатывать захват и одному, и второму. Даже если у вас пророчная позиция и вы проиграли свой захват, вы все равно пытаетесь закрыть замок в положении рук, рука на руку. Что позволит вам устоять на ногах, держать равновесие, когда оппонент будет пытаться нагружать голову и скручивать. То есть вы все равно можете держать позицию. Следующее, что мы поотрабатываем, мы поотрабатываем скручивание в захвате. Начнем так же это отрабатывать со входом в клинч. Со стойки оппонент делает шаг вперед, пытается взять захват. Мы делаем шаг вперед, берем слой внутренний. Отсюда используем голову как рычаг, делаем шаг в сторону, разворачиваясь на ноги, скручиваем оппонента, имитируем удар коленок. Все то же самое делаем в другую сторону. Шаг в сторону, разворачиваем ноги и имитируем удар коленок. Отражнение можно так же чередовать, раз один отрабатывает упражнение, раз другой. Так же со стойки оппонент будет отрабатывать, брать захват. Шаг в сторону, скручиваем и удар коленок. Обязательно добавляем удар коленок, то же самое в другую сторону шаг, скручиваем и удар коленок. При скрутке наша задача вывести оппонента из равновесия и сразу нанести удар коленок, пока он не может себя защищать. Скручиваем и удар коленок. Работа удара коленами в клинче. Сопомогательное упражнение. В клинче удары коленей работают чаще всего по более короткой траектории. Не тянут таз вперед, а уже поднимают колено, закручивают его в корпус. Упражнение можно отрабатывать с положения рук на плечи. Руки на плечи. И поочередно имитируют удары коленей. При этом поднимая колено, чуть-чуть его закручиваем. Как обычно закручиваем кулаки. Раз один, например, сымитировал удар, раз другой. Раз один сымитировал удар, раз другой. Плюс идет дополнительная набивка корпуса и отработка ударов коленами. На короткой ближней дистанции и правой ножкой или вспомогательное упражнение для скручивания. Отрабатываем упражнение с партнером. Оппонент выносит руки в стороны. Наша задача использовать руки как рычаги. Кладем руки на предплечье. Отсюда. Отрабатываем скручивание. Шагаем правой ногой в сторону. Левая рука делает движение на себя вниз. При этом мы разворачиваемся и имитируем удар колен. То есть, опять же, выводим соперника из равновесия. Первое движение. Шаг в сторону. Разворачиваясь на ноге, уходим в стене атаки. Оппонента скручиваем движение рукой вниз на себя и имитируем удар колен. Упражнение можно отрабатывать поочередно. Шаг в сторону, скручиваем. Удар колен. Шаг в сторону, скручиваем. Удар колен. Отсюда можем отрабатывать сразу следующее упражнение. Мы будем использовать равновесие и баланс. Задача. Нагружая руку оппонента, даем ее вниз. Оппонент пытается выровнять ситуацию. Выровнять. Ручку тянет вверх. Мы отпускаем, делаем шаг и скручиваем в другую сторону. При этом используем движение в противоходе. Выводим соперника равновесие. То же самое. Одну руку нагружаем. Отпускаем оппонент, начинает непроизвольно тянуть ее вверх. А мы делаем шаг в сторону, скручиваем оппонента. И опять же имитируем удар колен. Поменяем все ролями. Оппонент отработает то же самое упражнение. Одну нагружает. Делает шаг скручиваем. Удар коленом. Одну руку нагружает. Шаг скручиваем. И удар коленом. Продолжаем отрабатывать клинч. Что мы сделали? Мы отрабатываем упражнение скрутку с обоюдного захвата. Обоюдный захват. Одна рука внутри. Другая рука снаружи. Левая рука внутри. Значит нам с этого положения правой ногой делать зашагивание в сторону. Той ногой, которую зашагиваем, на ней делаем разворот. И оппонента тянем вниз на себя. На скручиваем. При этом сами разворачиваемся. Уходим в смене атаки. И сразу добавляем удар колен. Отсюда мы перебираем обоюдно. Раз. Два. Меняем позицию. И уже в другую сторону делаем скручивание. Правая рука внутри. Значит левой ногой делать шаг в сторону. Скручивать оппонента. И опять же добавлять удар колена. То же самое делает оппонент. Делаем шаг в скручивание. И имитирует удар колен. Перебираем. Меняем позицию. И делаем все то же самое с другой стороны. Скручивание. И удар колен. Продолжение следует.